Добрый вечер, уважаемые зрители! Вы смотрите «Импульс» и это программа «Диалог» в прямом эфире. Врачи призывают заботиться о своем здоровье, о том, сколько новоуренгойцев уже поставили вакцину и что нужно знать о вакцине только тем, кто планирует привиться, расскажет наш гость Кирилл Трапезников, главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Новоуренгоя. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Ну а я напоминаю, что присоединиться к нашей беседе может каждый желающий. Достаточно позвонить по номеру телефона 25 64 22. Также присылайте свои вопросы в мессенджере, все номера указаны на экране. И прямо сейчас в аккаунте ТВ «Импульс» в Инстаграме идет прямой эфир, где вы также можете подключиться и задать свои вопросы. Ну а нашу беседу я хочу начать с такого вопроса. Вообще, сколько уже вакцинировались новоуренгойцев? Во-первых, спасибо большое, что меня пригласили. Я уже тут неоднократно на эту тему излагаю информацию. На данный момент привилось в пунктах вакцинации более 50 тысяч человек. И скажу сразу, что этого недостаточно для достижения общего популяционного иммунитета. Но многие уже прошли даже повторно вакцину? Да, чуть меньше, чем 50 тысяч прошло уже повторно на вакцинацию. Но это все равно недостаточно. По данным Роспотребнадзора, я, конечно, не специалист, но необходимо не менее 80% желаемое достичь от населения города, которое будет вакцинировано от коронавирусной инфекции. Мне кажется, сейчас такой период, когда люди стали активно ставить прививку в связи еще с неделей введения QR-кода. Действительно ли заметен этот рост? Есть, конечно, да, не буду скрывать, что есть больший спрос. Но, однако, это еще связано не с тем, что неделя с QR-кодом связана, но и постановление, которое вышло главной санитарного врача Ямал-Нинецкого автономного округа о обязательной вакцинации определенной категории граждан, сотрудников. Поэтому в пункты вакцинации люди стали идти, не скажу, что с доброй волей, но стали идти, видимо, по принуждению большей части, и для получения этого пресловутого QR-кода. Самое главное, что начали идти. Совершенно. Это все видно со стороны Минздрава, и препараты подходят нам из Федерации. То есть, заблаговеренно, мы не знаем информации, когда к нам придет определенная партия. И даже сколько вы не знаете. И даже сколько, да. Она приходит на единый пункт для Ямал-Нинецкого автономного округа в Ноябрьск, откуда я должен забирать эту вакцину по разнарядке приказа Департаментства охранения. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям, где можно пройти вакцинацию, эти пункты где находятся. Пункты вакцинации работают, скажу, с самых удобных, где у меня больше всего вакцинируемых, до менее удобных. Как правило, критерием, знаете, является то, что если этот пункт вакцинации находится в медицинском учреждении, то ли запах медицинского учреждения, то ли его стены несколько отпугивает вакцинируемых. Поэтому лучше всего идет вакцинация в торговом центре «Солнечный». Второе место — это кинотеатр «Октябрь». Третье место — это поликлиника номер 2. И с четверга, ближайший раз, 28 числа, откроется еще один дополнительный пункт вакцинации, который какое-то время существовал, потому что по снижению спроса был закрыт. Это дворец спорта «Звездный». На северке здесь. Да, все на том же месте, все с тем же персоналом, приветливым. Надеюсь, всем будет удобно. У нас уже есть первый вопрос из Инстаграма. Сколько в нашем городе на сегодняшний день заболело? Я могу сказать только данные по медицинскому учреждению. Сколько из них заболело, это данные Роспотребнадзора. Но рост заболевших ковидом растет? Конечно. Мы с вами активно вступили в четвертую волну. Очень хотелось, чтобы она не случилась. Но, к сожалению, чудес не бывает. Мы реагируем достаточно бурно и явно с опозданием примерно в неделю-полторы от столицы нашей Родины. Город, как у нас, вы знаете, такой, знаете, мобильный, куча рейсов прилетает из той же столицы. Ну, естественно, залоз существует. Честно говоря, думал, что это случится раньше. Как только окончится отпускной период, где-то в середине-конце сентября. Однако немножко сдвинулись эти рамки. И стоит отметить, что начали сначала болеть интенсивно дети. Что вот в первую, вторую, третью волну такого вот не было. Сейчас детей просто пораженных, ну, большое количество. Хотя в стационаре всего из них лечится 3 человека на данный момент. Всего 3 человека. Порядка 290 человек лечатся на дому, проходят лечение. Эволюция, видимо, так придумала, что дети болеют легче. То есть легче, да, переносит? Да, что не может не радовать, да. Но вот сейчас у меня развернуто 240 коек. Из них 190 коек занято. В отделении реймации лежит порядка 18 человек. Из них большая часть, порядка 16 человек, находятся на искусственной вентиляции легких. И это тяжелое. Это пришел к нам новый штамм. Да, это не тот, который был китайский связанный. Это другой, как правило, дельта штамм плюс его мутации. Поэтому те люди, кто принесли коронавирусную инфекцию в 2020 году… Они по новой начинают болезнь. Да, им выдыхать точно нельзя. Им их иммунитет и те антитела, которые они выработали на китайском штамме, совсем не восприимчивы к ныне пришедшему. А есть вот в тяжелом состоянии люди, которые уже ранее переболели к ковидом и вновь заболели, но уже находятся в реанимации на ИВЛ. Есть такие? Да, не скрою, Лен, есть ситуации, когда пациент переболел к ковидной инфекции и снова заболевает, но есть и те, кто вакцинирован и все равно заболевает. То есть вакцина — это не какая-то панацея от того, что вы не заболеете совсем. Но она снижает риск заболевания. Совершенно верно, да. Она снижает риск заболевания, и большей частью люди приносят либо в легкой форме, либо вообще бессимптомно, что, конечно, невероятное везение, мне кажется. Из умерших, которых по сводке проходит от трех до четырех человек, да, за прошедшие сутки умерших у меня не было. Но 96% — это невакцинированные люди. Причем самое страшное, что появились молодые. 26-летний молодой человек не привился с наличием сопутствующих заболеваний. Не спасли. Умер, то есть? Да. Присутствие на скрытии практически здоров. Однако легочная ткань поражена настолько, что нет живого места абсолютно. То есть функции легкие свои не выполняет. Это человек, который был не привит? Не привит. У нас есть вопрос из прямого эфира в Инстаграме. Какие симптомы являются показанием госпитализации? Первым и самым важным симптомом является высоченная лихорадка. То есть температура выше 39 градусов, затем измеряется сатурация крови, такой напальничник, знаете, который ставится на пальчик. То есть это насыщение кровью кислородом. По первым этим двум данным можно уже судить о тяжести процесса. Дальше идет, естественно, клиническая картина. То есть гиперемия, кожный покров, тахикардия, то есть учащение сердцебиения. Далее это уже, конечно, исследования инструментальные в виде компьютерной томографии, либо рентгена грудной клетки и исследования крови. По этим данным уже доктор может догадаться и решить. Есть четкий алгоритм, когда пациент госпитализируется, когда не госпитализируется. Сейчас открою страшную тайну, наверное, я должен сказать. Когда коечный фонд позволяет, то показания госпитализации смещаются к минимальным. Как только коечный фонд не позволяет, и система здравоохранения во всем мире не справляется, когда случается массовое поражение, тогда критерии госпитализации несколько изменяются в иную сторону. И поэтому тяжелые формы сейчас в Москве, в Белгороде, в Самаре, лечатся, большей части, даже на дому. Ну, очень хотелось бы, чтобы граждане понимали… Просто потому, что не хватает места в больнице. Естественно, да. У нас есть еще вопрос из прямого эфира в Инстаграме. Чем вы привились? Я уже ревакцинирован. Изначально я прививался к гам-ковид-вак. Господи, еще в декабре 2020 года. Затем я ревакцинировался. На тот момент еще не было спутник-лайт. Я, честно, вынужден был ревакцинироваться с вакциной Кови-Вак. Это было так давно. Как перенесли? Честно скажу, гам-ковид-вак перенес тяжело. Прям, извиняюсь за выражение, поколбасило. Да, Кови-Вак перенес намного легче. Намного легче. Это две разные вакцины. Но что хотел отметить? Сейчас, опять же, еще одну тайну открою. С этим просто признание за признанием. Дочь принесла из учебного заведения ковид в семью. Не так давно это было. Заболели все. Жена у меня не была вакцинирована. Опустим это. Заболели все. И дочь, и сын мой маленький, и жена. Я, находясь в очаге, не заболел. Клиники никакой не было. И никакой синтематики так же не испытал на себе. То ли повезло, но... То ли вакцина помогла. Мало вероятно, что это простое везение. Скорее всего, все-таки вакцина работает. И, как видите, живой-здоровый перед вами нахожусь. У нас очень сегодня много вопросов в эфире, в Инстаграме. Продолжаю их зачитывать. Как вакцина против ковида взаимодействует с вакциной против гриппа? Главному врачу вопросы такие, да, сыплются? Я какой-то ведущий иммунолог. Буквально на этой неделе Минздрав утвердил уже в методических рекомендациях официально о том, что сочетание двух вакцин возможно. Именно вакцина от коронавирусной инфекции и от гриппа. Поэтому ранее это было обязательное воздержание в течение месяца между вакциной от ковида и гриппа, либо наоборот. Поэтому сейчас можно прийти на пункт вакцинации. Кстати, там вакцинация происходит и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. И в разные плечи поставить себе, чувствовать себя терминатором. Как долго будет продолжаться вакцинация от гриппа? То есть это же все-таки сезонно или на протяжении всего года можно поставить? Нет, это, слава богу, сезонное заболевание. Очень хотелось бы, чтобы и ковид присоединился к этой инфекции и стал сугубо сезонным. Хотелось бы увидеть людей уже без масок, тусующихся вместе, а не находящихся на изоляции. Грипп, как вы сказали, правильный сезонный заболевание, весенний-осенний период. Сейчас он пришел в данный момент. Вакцинация идет активно, честно скажу, активнее, чем от ковида. Это, наверное, люди относятся к этой вакцине уже более проверено. Она уже несколько лет используется, по-моему, с 1996 года, если не помню, не изменяет. Легко переносится, сам привелся и от гриппа. Но у нас план, опять же, закончить эту вакцинацию до 1 ноября. Еще вопросы зачитываю из эфира в Инстаграме. После вакцинации нужно будет делать ревакцинацию каждых полгода? В эпидсезон, такой, как мы сейчас имеем, повышенная заболеваемость. И, к сожалению, да. Затем, я думаю, что, опять же, утверждает календарь Роспотребнадзор. Сегодня много вопросов. Без Роспотребнадзора летит. Я думаю, что вакцинация придет в календарь, как ежегодная. Но можно уже какие-то на данный момент сказать прогнозы? Или пока непонятна ситуация? Я как доктор-хирург еще и в анамнезе, да, прогнозы делал это неблагоприятно. Ты сейчас одно наобещаешь, оно обязательно, как на злое, не сбудется. Вот по вашему мнению. Вы знаете, я сравниваю с другими муниципалитетами. Если мы находимся с вами в Новой Рингое, я хотел бы отметить, что единственная из крупных больниц, которая не закрыла плановую помощь, оказывает ее в прежнем размере, в прежнем объеме, даже уже не ограничивая, это вакцинированный человек, не вакцинированный, это Новой Рингоевская больница. Я думаю, что всем стоит и медицинским работникам, и работникам других сфер, и нашим жителям, видимо, просто привыкнуть жить с этой инфекцией. Как это будет дальше, посмотрим. Четвертая волна, на которой мы сейчас находимся, по моим субъективным ощущениям, она менее интенсивная. Я ожидал худшего, честно скажу. То есть готовились к худшему. Готовились к худшему, да. Мы запаслись всем, все, что можно, и лекарственными препаратами, и оборудованием, и специалистами, и кадрами заблаговременно. Но, опять же, прогнозы, дело неблагодарное. Вот видите, что в Москве происходит, полный локдаун, в Тюмени сейчас я слышал. Хотя там локдаун был и в конце июня-июля, если я не ошибаюсь. Ну, бывая в Москве, мне кажется, там вообще никто не знает про какие-то ограничения, в том числе и масочные режимы, хотя вакцинация уже на каждом шагу. А как вакцина действует на новую мутацию вируса? Какие интересные вопросы сегодня от зрителей нам поступают? Понятия не имею. И, к сожалению, доктор биологических наук, я здесь не отвечу на этот вопрос. А какую вакцину выбрать? Чем они отличаются? На выбор сейчас есть четыре, получается, вакцины. Ганковид-Вак, спутник ВИО, он же, который называется, двухкомпонентная. Наиболее проверенная, кстати, она прошла все три этапа испытания. И слышал, что вот-вот уже должны в первом квартале 2022 года дать разрешение и ввоз. Сегодня читал новость также, что в Израиле вроде как приняли решение вакцинации спутника ВИО уже официально. То есть она будет котироваться. 96% иммуногенности в этой вакцины, она исследована, по крайней мере, каким-то образом. И не зря сейчас именно эту вакцину говорят о том, что можно ставить и беременным, и уже и кормящим. И, думаю, со дня на день уже сообщат о том, что можно и детям до 18 лет её делать. Я не являюсь производителем вакцин, да, я абсолютно аполитизирован, никаких коммерческих интересов не имею. Поэтому говорю, на большей части, то мнение и своё личное, и объединённое то, что мы имеем на практике. Поэтому Ганковид-Вак, да, наиболее проверенная вакцина. Людям 160 лет её можно ставить, даже нужно ставить при отсутствии противопоказаний. Вторая вакцина — это Кови-Вак. Её производится меньше в разы в Российской Федерации. Нам она поступает очень небольшими партиями, ну и достаточно быстро уходит, честно скажу. Менее изучена, опять же. Никаких... Знаю, что вроде бы прошла на два этапа испытания. Эпи-Вак Корона вакцина для меня также особо неизвестная. Небольшим партиям приходила, и сейчас практически её, в принципе, нет на пункте вакцинации. Ну и Спутник Лайт, которая так полюбилась людям, думаю, не потому что она лайт и хорошо переносится, а потому что она однокомпонентная, и человек получает пресловутый QR-код сразу же после вакцинации, как только данные внесены в федеральный регистр. Вот действительно, Вы правильно сказали, просто удобно, за что один раз поставил и забыл на какое-то время. Говорю, как есть. У нас есть ещё вопросы из эфира в Инстаграме. Какие есть противопоказания для кормящих мам? То есть я так предполагаю, что зрительница, кормящая мама, и вот она ещё, видимо, не поставила вакцину. Есть какие-то противопоказания? До нынешней недели эти противопоказания в инструкции по использованию вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК были. С этой недели инструкция обновилась, и эти противопоказания, как грудное оскармливание, ушли в небытие. Я думаю, что по мере изучения вакцины и влияния на кормящих матерей, Минздрав и производители этой вакцины приняли решение о том, что она не является противопоказанием теперь. Но опять же написано сносочкой интересное. Делать с осторожностью, взвешивая все риски. То же самое касается, полагают, скорее всего, будет такой вопрос, можно ли вакцинировать беременных. Я объединю в одну группу, хорошо? Ставя себя на место до этого человека, к счастью или к сожалению, они будут, вряд ли беременны. Но в инструкции по использованию препарата написано, что после 22 недель беременности ставить вакцину можно, взвесив при этом все риски за и против. Что это за риски, опять же? Если я подошел к беременности, а это физиологическое состояние, это здоровое, нормальное состояние, это заводится не история болезни, а история родов. То есть это не больной человек, очень люблю беременных. Если беременна подошла с наличием в сопутствующих заболеваниях в виде ожирения, артериальной гипертензии, не дай бог, сахарный диабет, а некоторые беременные во время беременности, так называемые гестационные сахарные диабеты приобретают, я бы, наверное, на место их привился все-таки. Потому как здесь риск выше, что она, заразившись коронавирусной инфекцией, попадет в отделение реанимации, не дай бог, лишится своего чада, либо мы получим и материнскую, и младенческую смертность. Такое тоже возможно. Не скрою, у нас все из отделения реанимации проходили беременные с тяжелой коронавирусной инфекцией. Иммунитет у беременных особенный, сходит с ума по-особенному. Он крайне ослабленный, и коронавирусная инфекция ложится здорово. Очень надеюсь на сознательность таких девушек, даже если они не привьются хотя бы соблюдать социальную дистанцию. То есть меры безопасности. Совершенно верно, и где-нибудь держаться в более мягком климате. Хорошо, есть еще вопросы. Назначен препарат Парадакса. Возможно, могу неправильно прочитать, не знаю, что это препарат. Лекарство доставлено 180 капсул, 3 пачки. Терапевт говорит, срок приема 1 месяц — это 30 капсул. В интернете срок приема 180 дней. На какой срок при ковиде его применять? И если 180 дней, то это до апреля месяца курс, а у принесенных лекарств срок до февраля 2022 года. Такой большой и сложный вопрос. Да, стараться использовать этот препарат для того, чтобы он, не дай бог, не пропал, не следует. Во-первых, это препарат антикоагулянт. Очень неплохой антикоагулянт. Один из немногих, который не требует постоянного контроля со стороны коглограммы, так называемый. То есть понимать, насколько свертывающая система крови работает эффективно. Препарат хорош для профилактики тромбозов, особенно после коронавирусной инфекции. Это частое осложнение и во время ее, и после нее. Опять же, советуется с терапевтом. Терапевт назначит дозу, подберет под вас именно эту дозу препарата. Вы будете ее пить. Похожие препараты мы выдаем и пациентам с коронавирусной инфекцией, и на амбулаторном этапе, ксорелта, ликвис, они называются, и в стационарных условиях. Однако я сейчас не могу говорить о каких-то назначениях, о каких-то дозировках, потому что не знаю ни состояния пациента. И это все-таки более индивидуально все делается. Абсолютно верно, да. То есть здесь нужен быть четкий расчет. Но не надо успевать до срока годности быстрее его выпить, потому что осложнений там очень куча, большая. И, скажу, как хирург, опять же, вспоминая свою бывшую, специальность, если вдруг начнется кровотечение, оно не останавливается никакими способами, ни зажимом, ни ниткой, ни когуляцией. Ну в любом случае любой препарат необходимо принимать по указанию терапевта, и не надо заниматься самолечением. И даже если там написано, например, одно, терапевт говорит все-таки по состоянию организма на данный момент. Это прямо написано кровью, честно говоря. Все, что чрезмерно, оно всегда плохо. Еще один вопрос. Каким образом из инфекционного госпиталя доставляют домой пациентов с положительным тестом на ковид, но с чистым КТ? Поражения легких нет, в госпитализации не нуждается. Уточнения в госпитале доставлены по скорой. Силами медицинского учреждения пациенты домой не доставляются. Четко ответил на вопрос. Хорошо. Следующий вопрос также из Инстаграма. Как Вы считаете, целесообразно ли прививать детей с учетом того, что растет количество заболевших детей? Нет, не целесообразно, потому что таковые исследования еще не закончены и в инструкции по эксплуатации. По использованию препарата это является противопоказанием. Препарат используется только лицам старше 18 лет. Дальше. Следующий вопрос. Испанка бушевала 4 года. Как думаете, насколько к нам пришел ковид? Опять прогнозы. Да, это вот то, что мы уже ранее с Вами обсудили. Хотелось бы, да, чтобы мы с ковидом справились быстрее, чем испанка. Тем более столько времени прошло. Думаю, навыки и наши умы ученых хватит для того, чтобы создать чистые препараты. И опять же, смотрите, препаратов для лечения коронавирусной инфекции не существует. Нет, мы лечим симптомы. Но нет препарата. Единственная мера профилактики, теперь даже специфической профилактики, это вакцинация. Не хотел это говорить, но я на самом деле, и всегда это говорил в других эфирах, я отношусь к вакцинации как к добровольным мероприятиям. Человек должен сам понять. Мы все относимся до хомо сапиенс. У нас есть мозг для того, чтобы принять это решение, вакцинироваться и не гарантировать, но постараться защитить себя, перенести болезнь легко, либо вообще не перенести, либо не вакцинироваться и дать водку, знаете, как русская рулетка такая. Повезет или не повезет. Да. Я тут недавно слышал даже от своих коллег из Москвы, друзья работы там, в том числе и коммунарки, говорят о том, что сейчас в Москве такая тема популярная называется «Ковид-вечеринки». Когда приглашают в тесное помещение без вентиляции поиграть в какую-нибудь настольную игру одного из них ковидного пациента в легкой форме. И неужели люди идут? Да, это даже прям востребовано. И вот они все заражаются. Ну и как бы им кажется, что если не пригласили пациента гражданина с легкой формы, соответственно, то как бы ее не заболеют в легкой форме. Но вы понимаете, какие исходы бывают. Там как бы неизвестно, что дальше закончится. Очень плохая идея для вечеринки, я вам скажу. У нас есть еще вопросы, также из прямого эфира в Инстаграме. Ревакцинацию надо делать с Лайтом или Спутник Ви? Ревакцинация делается любой вакциной, а вот вакцинация делается только вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК в данный момент. Следующий вопрос. Какой грипп ожидается в этом году? Я не знаю. Я думаю, что это вопрос… Грипп уже, я вам скажу по секрету, грипп уже бушует в городе Малингое. Да, и как бы уже ранее сказали, что до 1 ноября. Нет, он уже грипп рефицированный, что у нас есть. И это, к сожалению, тяжелые дети. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Я думаю, что, к сожалению, будет неблагоприятный исход в скором времени. Следующий вопрос. Что поможет остановить эту пандемию? Я так понимаю, это ваше мнение хотят узнать. Пандемию позволит остановить только массовое сознание о том, что нужно победить её совместно, а не только силами Новорингойской центральной городской больницы. Отговорился, извините. Следующий вопрос. Надо ли онкобольным, которые прошли химиотерапию, иммунитет ослаблен? Чем это опасно? Это является противопоказанием. Если только химиотерапию они получают, либо только её закончили. Все пациенты, получающие химиотерапию, прекрасно знают, что после курса следует контроль анализа крови. И тогда по количеству тех же самых лейкоцитов, посоветующиеся со своим врачом-онкологом, могут принять решение в пользу вакцинации. Но лучше это делать между курсами химиотерапии. Перед тем, как поставить вакцину, нужно ли проходить, например, какие-то анализы сдавать или состояние организма проверить? Или можно просто пойти и поставить вакцину? Или всё-таки проконсультироваться прежде с терапевтом? Если вы не имеете какие-то хронические заболевания, особенно в стадии декомпенсации, я стараюсь не говорить всякими словами. С сложными словами, да. Обострение хронических заболеваний, да. Тогда вы просто не имеете их обострения, просто идёте в пункт вакцинации и вакцинируетесь. Если у вас есть эти заболевания в стадии обострения, сначала вы заканчиваете с лечением своего обострения хронического заболевания, затем вы идёте всё равно вакцинируетесь. Уважаемые граждане, если, имея хроническое заболевание, к вам ещё присоединится ковид, шансов у вас будет очень мало. И лучше привиться. Поэтому какая-то специфическая подготовка перед вакцинацией, отвечая на ваш вопрос, не требуется. А у нас есть первый дозвонившийся в эфир. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хотела бы спросить по поводу КТ-лёгких. Насколько это вредно? Так как лежала в больнице в инфекционном отделении в ноябре месяце, через три дня было первое КТ-лёгких, при выписке второе КТ-лёгких. И спустя 3-4 месяца от участкового терапевта я опять как бы ходила, делала КТ-лёгких. Так как по поводу КТ-лёгких очень много информации, что это онкология в будущем. Спасибо. К сожалению, не знаю, как обращаться, кто позвонил, но понимаю вопрос. Я вас уверяю, что всё оборудование, особенно поставленное недавно в Новорингойско-Центральную городскую больницу, в том числе и аппараты КТ, они низкодозовые. Доза излучения минимальная. Это наиболее информативный метод диагностики. И, к сожалению, здесь также действуют правила взвешивания риска в любом случае от облучения и информации, которую мы получим. Могу предположить, что терапевт направил через 4-5 месяцев на прохождение повторного КТ, чтобы увидеть состояние легочной ткани. И отследить самое главное. И отследить, да, соответственно, есть ли там фиброзные изменения. Поэтому, поверьте мне, если бы мы этого не сделали, как-то внутрь заглянуть только оперативным путём получается. Все аппараты КТ в больнице низкодозовые. Хочу также добавить, сама, к сожалению, лежала с пневмонией коронавирусной в больнице и в тяжёлой причём форме перенесла заболевание и сама проходила неоднократно КТ для того, чтобы понять, вообще, в каком состоянии лёгких. Даже после того, как выписали, также приходила, проверяла. Опять же, я прекрасно понимала, что это делается для того, чтобы просто понимать, в каком состоянии лёгкие. Это нужно делать. Дальше вопросы поступают в Инстаграме, в прямом эфире. Работники больницы все ли сделали прививку? Мне кажется, вы были одни из самых первых, кто пришёл, в принципе, в вакцинацию. Вы, Елена, ошибаетесь. Расскажите тогда, как было на самом деле. Сотрудники больницы не все ринулись получать вакцину, потому что они такие же люди, как и остальные. И были страхи. Что-то скрывать у меня тоже были страхи. В декабре месяце иду, вакцина только вышла на рынок. То есть боялись всё-таки? Переживал. Переживал. Переживал, да. Полагаю, вернее, спрашивает гражданин города именно про весь коллектив больницы. Мы относимся к той категории сотрудников, которые должны быть привиты обязательно. Я, не дожидаясь постановления главного санитарного врача, который не так давно вышел об обязательной вакцинации, и сдал приказ по учреждению о необходимости обязательной вакцинации. И это исходило из меня не потому, что я там такой приверженец вакцинации. Я опять же повторюсь, что я считаю, что она должна быть добровольной. Но у меня погибло уже три сотрудника больницы. И третий, последний, кто погибал, надеюсь, что он был последний, это был молодой врач-нейрохирург, 39 лет. Мне до сих пор, честно, крайне обидно за это. Он, к сожалению, не был вакцинирован, и мы потеряли его. Сейчас, анализируя ту ситуацию, понимаете, мы делали все возможные методы, вплоть до фильтрации крови, но всё было выполнено согласно стандартной, даже сверх его. Однако этот человек умер. И когда ты смотришь на этого человека в отделении реанимации, ты думаешь, вот это сделали, это сделали. Что же там ещё не хватает? И ты готов поверить, что вакцинация эффективна. То есть любые способы хороши. Я пытаюсь донести это до коллектива. Коллектив, мягко говоря, не очень хорошо это воспринимает, но вакцинировалось порядка 70% коллектива. Сейчас дана ещё одна неделя для того, чтобы прошли вакцинацию все тотально, уже на основании постановления главного санитарного врача. Надеюсь, всё это до конца недели закончится. Продолжаем отвечать на следующие вопросы, которые также приходят нам прямо сейчас в прямом эфире. Переболевшие ковидом идут на диспансеризацию. За сколько дней её можно пройти? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Не скрою, что есть очереди. Вот не скрою. То есть появились очереди? Да. Сначала мы не могли загнать на углубленный диспансеризацию, так называемый. Приглашали со стороны страховых медицинских компаний, со стороны больницы, обзвоны, смски. Только с одной целью. Мне нужно увидеть, какие изменения в организме произошли у людей, кто перенесли в средней или тяжёлой форме это заболевание страшное, и предпринять те или иные действия. В том числе в углу диспансеризации входит то самое КТ-исследование. Опять же, при наличии показаний. Как вот правильно сказала женщина, кто звонил, мы не шлёпаем КТ всем подряд с порога. То есть для этого есть определённые тоже показания. И оно делится на два этапа. На первый и на второй этап. Первый этап — боль, менее инвазивно, то есть вмешательство минимальное. Если он проходит первый этап, у него нет ни одышки, ни каких-то существенных изменений в анализе крови. Спасибо большое, до свидания, мы там с вами свяжемся и увидимся в следующий раз. Если у пациента есть изменения, то он идёт на углубленные исследования, в том числе и компьютерная томография, и УЗИ сосудов шеи, конечностей. Потому что сейчас оказывается, что ковид — ещё и заболевание сосудов. Понимаете, образуются тромбы, а потом это после отдалённых. То есть даже после выздоровления чаще всего умирают. К сожалению, да. И проводя анализ, мы ежемесячно с коллегами собираемся у меня в кабинете исследуем те случаи, которые умерли от сосудистых заболеваний. Это инфаркты, инсульты. Но подавляющееся большинство из них в тот или иной период перенесли коронавирусную инфекцию. Да, они выпали из поля зрения. Признаю, здесь есть вина, конечно, и моя, ну и моих медицинских работников. Но сейчас, имея все инструменты, как углубленную диспансеризацию, приглашаем вас в кабинет 116, в поликлинике номер один. Стоит человек, там баннер указывает, стрелка на том, что вот ребята вам сюда, пожалуйста, приходите. Но вот приглашают, не идут, соответственно. Я понимаю все неудобства. Скажу сразу, у меня в планах, все зависит, опять же, от ремонтных работ, которые сейчас продолжаются, еще в поликлинике номер один, перевести всех участковых терапевтов из второй поликлиники, которые должны были на южной части города, как это было в мирные времена. Опять же, понимая, что с ковидом надо жить. И все. Поэтому я переведу… Приспособиться. Да, я переведу всех терапевтов, участковых на свои места в первую поликлинику, на северной части свои останутся. Но мне нужно для этого время. Это нужно мне для этого время. И не от меня это все зависит. А я хочу напомнить, что нам может позвонить абсолютно любой желающий задать свой вопрос по номеру телефона 256422. Также пишите свои вопросы в мессенджеры. Номера указаны на экране. И прямо сейчас идет прямая трансляция в аккаунте TV Impulse в Инстаграме. Я продолжаю засчитывать вопросы, которые нам поступают. Кто будет нести ответственность за развитие дальнейших действий после вакцинации? Не все ведь ее перенесут и переносят. Все? Да. Кто будет нести ответственность? При вакцинации гражданин подписывает добровольное информированное согласие, что он ознакомлен с тем перечнем, которое осложнение там возможно, и ставит свою подпись. Опять же, он несет ответственность самостоятельно. Не больница изготовила вакцину. То есть это спущено сверху, с Минздрава, проведя клинические испытания. И только с такими препаратами, с соответствующими регистрационными номерами и инструкциями мы работаем. Вакцина выпускается на заводах официально, соответственно, мы нигде и в иных местах не закупаем. Она происходит, приходит нам централизованно. Могу предположить, что я спрашиваю какой-то антивакцер. И опять же, не хотите, не вакцинируйтесь. Я сторонник того. Какой максимальный срок сейчас получения результата ПЦР? Субботы результатов нет. Надо также, наверное, мне кажется, спросить, где именно проходили, да, сдавали? Если в лаборатории больниц, соответственно, делается результат, он делается в течение 24 часов. Как только поступает материал в лабораторию. Следующий вопрос также от зрителя. Добрый вечер, в феврале поставили второй компонент спутника ВИИ. Нужно ли делать ревакцинацию? Информации о достоверной нет. В госуслугах сертификат действует год. Повторяюсь, в эпид-сезон проводить ревакцинацию стоит раз в 6 месяцев. Зачитываю следующий вопрос. Здравствуйте. Насколько можно доверять показателям сатурации, насыщения крови кислородом на умных часах и браслетах? Вот, кстати, функции такой обладают, да, то есть современные часы. Вот им стоит доверять или нет? Или лучше врачу довериться? Врач тоже самостоятельно не меряет, он меряет определенным прибором, который надевается на фалангу пальца. Честно, сам проверял. Имея iWatch, да, они также измеряют. Погрешность есть. Причем каждое… Большая? Ну, существенно. Я делал измерения на часах и на сатурометре в разнице в одну минуту. Ну, разница прям существенная. Поэтому я бы не стал не доверять ни электрокардиограмме на часах, ни тем более сатурометр. Зачитываю следующий вопрос. Нужно ли ставить прививку, если уровень антител высокий? Если прошло уже 6 месяцев, после первой вакцинации стоит без учета на количество антител. Следующий вопрос также от зрителя в прямом эфире в Инстаграме. Какие показания могут быть для методвода? Единственная почка… Единственная почка — это методвод? Нет. Единственная почка, если функционирует, а это, как правило, умной природой придумано, что она увеличится в размерах и берёт на себя весь функционал отсутствующей почки, это не является противопоказанием. Следующий вопрос также из Инстаграма. Когда заработает женская консультация на Северке? Будет ли достаточно гинекологов? Сейчас к гинекологу очень трудно попасть. Когда заработает женская консультация? Это вопрос в большей части к строителям. Как вы понимаете, не медицинские работники работают на стройке этого объекта. При хорошем раскладе, если строитель успеет вовремя, то заработает в первом квартале 2022 года. Акушерок-гинекологов недостаточно. При переезде в новое здание мы будем открывать дополнительные участки гинекологические. И есть уже те люди, которых мы будем принимать на работу. Ещё один вопрос из эфира в Инстаграме. Расскажите случай удивительного выздоровления от ковида из практики. Были такие случаи? А вы не удивительный случай выздоровления от ковида? Мне кажется, в принципе, любой человек, который перенёс коронавирус и потом вернулся к нормальной жизни, это уже… Да, Лен, слово «вернуться к нормальной жизни». Не знаю, как в вашем случае было, но наблюдая и у домашних, и у многих людей, вот эти последствия отдалённые, как правило, сказываются на психике какой-то. Знаете, я вот вижу, там у кого-то есть бессонница, потливость, депрессия, вот частость, и потом вот прям, в народе говорят, депрессняк, он прям жуткий. Ещё эта ситуация с локдауном, тебе вообще есть не хочется, пить не хочется, двигаться не хочется. Это ужасно. Если оно того стоит, не вакцинируйтесь, переболейте болезнью и испытайте сами на себе. Но это меньшее зло, да, ничего, можно перебавить там и препаратами соответствующими, и со временем пройдёт. Нервные клетки, к счастью, оказываются восстанавливаются, по последним данным, не только у беременных. Но вот эти осложнения в виде тромбов, тромбозов, связанных с мелкими сосудами сердца или крупными сосудами шеи и головного мозга, вот рисковать мне точно, кажется, не стоит. Я думаю, лет через пять мы узнаем ещё о других последствиях коронавирусной инфекции. Признаешь, не исключено, что мы узнаем и о каких-то последствиях вакцинации. Ну, время покажет. Да, выбираю меньше зло. А в продолжении темы уникального случая выздоровления у нас есть сюжет, я предлагаю его посмотреть. Я без кислорода уже не мог дышать. Уже мне даже не помогала простая вот эта трубка, трубки не помогали, и мне приходилось ставить маску, получается. И всё, меня не вели в кому, я сам впал туда. О нём говорят, вернулся с того света. 90% поражения лёгких. Девять дней в коме и почти полтора месяца в реанимации. Ужасное время для моих родственников, для моих друзей, братьев, сестёр, как бы всех знакомых. Год назад Хусейн Хамзатов тяжело переболел коронавирусом. И чтобы вот так просто приходить в спортзал, мужчине пришлось приложить колоссальные усилия. Я ходил тросточкой, и длительное время я не то, что ходить не мог. Меня помогали полусонавсего. И первые упражнения, которыми я пришёл в спортзал, меня посадили на вот этот именно тренажёр. Заново ходить, заново учиться дышать, разрабатывать лёгкие. После болезни Хусейн похудел на 23 килограмма. Первый раз, когда я пришёл в себя, я находился весь в трубках. Когда мне первый раз сказали, хочу ли я сесть, это был самый счастливый день, можно сказать, за мою признательную жизнь. Из-за большого количества препаратов болели почки и печень. Но главным потрясением для крепкого мужчины стала неработающая левая нога. Осложнение после ковида. Разрыв мышцы, нервов и, как следствие, усыхание конечности. Тогда Хусейн понял, что хочет восстановиться во что бы то ни стало. Мужчина решился на уникальную для округа операцию. В его спинной мозг врачи вживели своего рода чип, датчик, подающий нервные импульсы. И ногу чудом удалось сохранить. Целый год физиолечения, реабилитации в санаториях Крыма. И, конечно, долгие, иногда мучительные, но того стоящие тренировки в зале. Мы начинали вообще, ни с чего начинали. Это получается тяга в верхней части груди. И простыми, без никаких блинов, мне приходилось просто вот этот тренажер на себя тянуть. И самое главное, каждый раз, как Ислам говорил, дыхание. Дыши, правильно дыши. Приятно, что я все-таки вхожу в нормальный образ жизни на самом деле. Это, наверное, самое сложное для тех, кто прибыли к ковидом – бежать. Да, бежать я, соответственно, не мог. Бежать я, соответственно, мог. Вон я остановился на этот тренажер и начинал маленькую ходьбу. Сейчас я не скажу, что я совсем в форме, но час-двадцать минут я на нем могу спокойно. Периодически с пробежками. Помимо спорта удалось Хусейну вернуться и к вождению автомобиля. Я уже 30 лет езжу за рулем. И первый раз, когда я сел за рулем после болезни, это для меня было большое счастье на самом деле. Чтобы управлять машиной и прийти в норму, мне пришлось пользоваться новыми технологиями. Вот приложения, которые меня как бы вживили. Когда мне совсем плохо и когда боли обостряются, я начинаю как бы добавлять себе ток. И у меня начинает боль исчезать. Хусейн Алимбаев заболел в первую волну коронавирусной инфекции. Сегодня признается – до последнего не верил в существование вируса. Верить надо в эту болезнь. Она есть на самом деле. Оберегать себя и своих близких. Сегодня медики напоминают – коронавирус никуда не делся и призывают людей не терять будительности, носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и прививаться. А я напоминаю, что присоединиться к нашей беседе может абсолютно любой желающий. Достаточно позвонить по номеру телефона 25 64 22. Также есть мессенджеры, все номера указаны на экране. И прямо сейчас идет прямой эфир в Инстаграме ТВ Импульс. Ну а я продолжаю зачитывать ваши вопросы. Почему дневной стационар есть только на южке? Почему нельзя открыть еще и на северке? Ведь так неудобно ездить. Потому что площади для дневного стационара есть пока только на южной части города. И боюсь, что они останутся только на южной части города. Очень здорово, что я пока его не закрыл еще. Что делать жителям, которые получили первый компонент прививки и не получили QR-код? Они не получат его, пока не поставят второй компонент прививки. Ну, видимо, они думают и спрашивают, как им быть. Там в любом случае сертификат какой-то, какая-то справочка есть? Ну, при необходимости, если человеку нужно, то ему выдадут справку вместе в пункте вакцинации, что он вакцинирован такого-то числа, такой-то вакциной. Но вот этот пресловутый всем долгожданный, его словом вспомнил, QR-код получат только после выполнения второго компонента. Как быть тем, у кого есть справка о пожизненном отводе от вакцины, заставят ли их вакцинироваться? Если у них есть такая справка, непременно ее стоит взять для посещения иммунологической комиссии, опять же, в том же самом кабинете 116. Это отдельный коридор, отдельный поток пациентов, куда они обращаются, показывают. Доктор смотрит и комиссионно, опять же, не налично решает, что да, есть у нее этот метод отвода, либо нет. Следующий вопрос. Добрый вечер, перенесла ковид, поражение 44%. Прошло уже 5 месяцев, нужно сейчас сделать КТ. Чтобы проверить состояние легких, дают ли сейчас направление терапевт? Да, дают, но мой вам совет, кабинет 116, это будет отдельная, даже не очередь, а даже прямой поток пациентов на исследование КТ. Так будет быстрее. Вот еще один вопрос от зрителя, мы уже ранее на него отвечали, но давайте продублируем. Добрый вечер, после вакцинации нужно будет делать ревакцинацию каждых полгода. К сожалению, да, в эпид-сезон повышенной заболеваемости это стоит делать каждые полгода. Особенно если вы выезжаете в какой-нибудь регион типа Москвы, Белгорода, Самары, кто у нас сейчас еще говорит, Крым. То есть красные зоны вот такие самые очаговые туда обязательно нужно поставить. Мой вам совет. Перед тем, как ехать, нужно поставить вакцину. Очень странный вопрос поступил в эфире и в Инстаграме. Какие новшества вы ввели в наше учреждение? Если тема только ковида касается? Да, я думаю, что стоит зрителю все-таки уточнить вопрос. Я думаю, что вы тогда сможете на него ответить. Я продолжаю зачитывать вопросы. Если поднялась температура, как нужно себя вести после вакцины? Во-первых, не стоит паниковать. Это нормальная как раз реакция организма, вашего иммунитета. Для него это знакомство с новым чрезвиродным агентом. И, в принципе, эффект вакцины в этом и заключается, потому что выработались антитела. При температуре 38 и больше мой вам совет выпить не парацетамол, а именно противовоспалительные препараты типа ибупрофена для того, чтобы температура снизилась, и вы перестали беспокоиться. А вот какие побочные эффекты могут быть, в принципе, от вакцины? Ну понятно, что каждый организм уникальный, свой, и непонятно, какая будет реакция. Но, тем не менее, возможно, какие-то есть общие. Да, только, Лен, побочные эффекты нам вряд ли их стоит называть. Это не побочные эффекты. Побочные эффекты — это были у тех самых первых вакцин, так называемых грязных вакцин, где там ещё присоединялись иные примеси, и заболевали не только там тоже натуральной оспой, но и другими сопутствующими болезнями, не менее страшными. Неправильно выразилось. Это из истории, да. Но вот эти эффекты в виде там тошноты, головокружения, чаще всего это озноб. Вот я даже сейчас с одной из сотрудниц общался, сегодня поставила вакцину, она не медицинский работник, но работник больницы. Говорит, знобит, лежит под одеялом, соответственно. Ну, это нормальная, опять же, реакция, отвечая на предыдущий вопрос организма. Потерпите до трёх дней — это нормальная реакция. Если она будет продолжаться или температура будет выше 39, их 40, стоит вызвать врача на дом. Ну, а я хочу напомнить, что до конца эфира осталось не так много времени, поэтому если у вас есть вопросы, пишите, звоните прямо сейчас. Все номера указаны на экране. Также идёт прямой эфир в Инстаграме. ТВ-Импульс присоединяйтесь, пишите там. Или пишите анонимно. Опять же, напомню, что номера все указаны на экране. И горячий номер — 2564-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Так, мы поговорили с вами о вакцине. А вот следующий вопрос. Нужно ли соблюдать самоизоляцию тем, кто только поставил вакцину? Или не нужно? Нет, не нужно. Самоизоляция здесь ни к чему. Ведите нормальный образ жизни с учётом эпидситуации. Социальная дистанция, ношение маски, мойте руки. Больше гуляйте, занимайтесь спортом, ешьте вкусно и полезно. Вот как раз по поводу масок. Можно ли в вакцинированном не носить маски? Хотелось бы сказать да. Ну нет. Хоть какой-то был бы кайф от того, что ты ещё вакцинирован. Но, к сожалению, нет. Потому что как вакцинированный может заболеть, к сожалению, так он может ещё являться и переносчиком этой инфекции. Опять же, вот эти вот доводы о том, что что это за вакцина такая? Зачем я буду вакцинироваться, потому что я всё равно могу заболеть? Как будто от других вакцин, которые в нашей жизни есть, мы встречаемся, мы заболеть 100% уже не можем. Это возможно и после каждой вакцинации. Мы можем поймать это заболевание. Мы не знаем, как ответил наш иммунитет на ту или иную вакцину. То же самое и с ковидной вакциной. Я думаю, что с течением времени, сейчас я уже строю прогнозы, вакцина будет всё более совершенствоваться. И только с помощью вакцинации мы сможем пандемию эту победить. У нас есть сообщение, сообщение благодарности в прямом эфире в Инстаграме. Впервые слышу такой грамотный, честный, но очень позитивный эфир на такую грустную тему. Спасибо вам большое. Спасибо всем врачам и медработникам. Спасибо большое за ваше мнение. Действительно, тема грустная на самом деле. Я неоднократно говорил, говорю о том, что прибегая к моментам вакцинировать или не вакцинировать, особенно лицехроническими заболеваниями или старше 60 лет, конкретный пример моей семьи. К сожалению, в октябре прошлого года, недавно летал на годовщину, умер мой отец как раз из-за ковидной инфекции. На тот момент вакцины не существовало ещё в использовании. Мама 73 года, слава богу, жива-здорова. Она и вакцинирована, и ревакцинирована. Естественно, человек, доживая до 60 лет, как правило, имеет хронические заболевания. У кого-то их больше, у кого-то их меньше, у кого-то целый, как говорится, букет. Поэтому мой вам совет — вакцинируйте своих родителей. Настоите на том, чтобы они всё-таки вакцинировались. Это хоть какая-то защита от того, что они, если даже заболеют, перенесут болезнь в лёгкой форме. А если, например, человек после первой вакцины заболел? Ну понятно, что он мог быть уже заболевшим, просто болезнь не сразу же проявляется, там всё равно какой-то есть инкубационный период. Ну вот стечение обстоятельств. Человек заболел, поставил вакцину, затем ещё сильнее разболелся. Через какое время ему можно ставить второй компонент вакцины? Те же самые шесть месяцев после выздоровления. То есть шесть месяцев, и уже можно потом продолжить поставить второй компонент, или опять по-новой надо? Нет, по-новой ставят. Но уже если он переболевший, он уже ставит ревакцинацию. Ревакцинация делается однокомпонентным препаратом, как правило. Ну, например, там, да, поняла вас. Задача, что он был в инкубационном периоде, как вы верно и сказали. Да. В чём хитрость коронавирусной инфекции, то инкубационный период от двух до четырнадцать дней. И поэтому как в одном… Вот нельзя понять, человек уже болеет или ещё не болеет. Абсолютно. То есть он, приходя к терапевту на вакцинацию, осматривая самого пациента, то есть готовность его к вакцинации, терапевт может не понять, что он там не болеет. У него нет температуры, у него нормальная сатурация, да, там горлышко не красное. Всё, вперёд вакцинируется. А он в это время уже является, к сожалению, переносчиком. А хуже того, он потом… И разносчиком. Да, а потом берёт билеты и летит куда-нибудь в гости к родителям, к семье в Италии, в Таиланде, куда угодно, и разносится достаточно грозное заболевание. Ну, в принципе, так инфекцию разнесли примерно. Да. А у нас есть ещё вопросы. Смертельный исход от вакцины возможен? И были ли такие случаи в Новом Уренгое? Таких случаев в Новом Уренгое нет. Всё возможно. По стране, не знаю, регистрирулись такие случаи смерти от вакцины. Скорее всего, это возможно при наступлении анафилатического шока. Подобный случай был, однако пациенту вовремя оказали экстренную помощь, и анафилатический шок не прогрессировал. В каждую нежелательную реакцию от вакцины или отсутствие реакции вносится ответственным моим сотрудникам в так называемый фармаконадзор, который ведёт и отслеживает Росздравнадзор федерального ведомства. И позиция Михаила Абертовича Мурашко, министра здравоохранения Российской Федерации, о такой же честности. Есть побочный эффект, как вы сегодня назвали, есть отсутствие реакции, либо человек умер после вакцинации, а я как и говорил, что такие люди и у нас есть, мы обязательно вносим его данные фармаконадзор. Дальнейшие действия я не знаю со стороны Федерации. Возможно, какое-то есть изучение того или иного случая, но медицинская документация сразу же уходит, запрашивается. То есть это на контроль находится на самом высоком уровне. То есть всё это отслеживается максимально? Обязательно, обязательно. По крайней мере, по своей больнице могу сказать, что ничего не скрывается. Есть побочка, подаём фармаконадзор. А я напоминаю, что до конца эфира остаётся не так много времени, поэтому если у вас есть вопросы, присылайте их в прямой эфир в Инстаграме TV Impulse или пишите в мессенджеры номера, указанные на экране. Также вы можете позвонить по горячему номеру телефона 25 64 22. Я продолжаю зачитывать ваши вопросы. С диагнозом аневризма брюшной аорты можно сделать вакцину или нельзя? Не является противопоказанием точно. Лучше я постарался бы, чтобы вы её всё-таки излечили хирургическим методом лечения, если это возможно. Ревакцинироваться необходимо другой вакциной, не той, которая была использована при вакцинации, или это не принципиально? Это не принципиально. Какие побочные эффекты могут быть после коронавирусной инфекции перенесённой? К чему это может привести самые опасные и страшные? Проводя эту глубинную диспансеризацию, с мая месяца она идёт сначала в вялом темпе, потом мы закрыли в связи с третьей волной, сейчас она в активной фазе находится. Чаще всего это нарушения со стороны свёрстывающей системы крови, то есть образование тромбов в тех или иных местах. На втором месте это поражение лёгких, это фиброзы лёгких. Причём, знаете, самое интересное, что, допустим, Лена переболела в тяжёлой форме, там была пневмония, неважно, сколько там процентов, мы ожидаем, сделаем КТ органов грудной клетки при наличии показаний, а там всё чисто. То есть то тяжёлое поражение, когда ткань превращалась в нежизнеспособную, каким-то образом у каких-то людей по какой-то причине регенерирует. И поверьте мне, это не пожилые люди, как правило, молодые люди. И болезнь настолько неизучена. То есть есть люди принесли 80%, 90% поражения лёгких тканей, через 6 месяцев делаешь КТ, как будто ничего и не было. Ты не можешь ошибаться, аппарат КТ, он не может ошибаться, ты можешь сверить два снимка. Поэтому это чаще всего. Плюс, как я упомянул, ещё депрессии, ишемические болезни сердца и прогрессирование тех самых хронических заболеваний, которые наши граждане, не соблюдая здорового образа жизни, как правило, имея вредные привычки, ещё больше усугубляет коронавирусная инфекция. А какие бы Вы могли дать рекомендации нашим зрителям для того, чтобы всё-таки избежать заражения коронавирусной инфекцией и, возможно, даже укрепить иммунитет? Возможно, укрепить иммунитет. Я человек, который своё детство и юность провёл в Советском Союзе ещё, и очень горжусь этим моментом. Наверняка зрители, кто так же успели пожить, помните, как выполнялась в стране вакцинация. Никто, никого особенно не спрашивали. Всех вакцинировали просто поголовно. Сейчас Вам дан выбор. Можете вакцинироваться, можете не вакцинироваться. Куча появилась антиваксеров. Регулярно пишут на сайт больницы, «Расскажите мне про вакцину, предоставьте регистрационное удостоверение, откуда вакцина привезена». То есть любые поводы, лишь бы не вакцинироваться. Я, опять же, моё мнение личное. Хотите – вакцинируйтесь. Не хотите – не вакцинируйтесь. Вы, взрослые люди, должны понимать сами. Приобретая те самые последствия, перенесённые ковидной инфекцией, вы сокращаете свою нормальную здоровую жизнь, активную жизнь. Если вы готовы к этому, то хорошо. В конце концов, система здравоохранения у нас построена таким образом пока что. Я думаю, что скоро это изменится. Чем больше больных, тем не выгоднее. Как есть. Если люди ещё не поняли, я человек откровенный и правдивый. Есть больные, я подаю на оплату, больницы получают за это деньги. Но, поверьте мне, ваше здоровье нужно только вам самим. Возможно, вашим детям, родителям, соответственно. Позаботьтесь о себе самостоятельно. Занимайтесь спортом, физкультурой, неправильно сказал. Гуляйте чаще, кушайте вкусно, кушайте полезно. Чаще встречайтесь с родственниками. Постарайтесь избегать шумных больших компаний, концертов. Ну, потерпите немножко. И только совместными усилиями с вами сможем достичь того результата, который нам обещают умные люди из Мездрава, из Роспотребнадзора, из Росздравнадзора. Когда популяционный иммунитет будет настолько силён, что коронавирусная инфекция для нас будет банальный какой-то инфекционный грипп. Надо покашлять. Не исключено, что, естественно, будут люди умирать в любом случае. Но не такими массами, понимаете, которые... Я не искажаюсь, мы не искажаем статистику. Как есть, так и пишем. И по результатам вскрытия то же самое. Приобретая заболевание в виде ишемической болезни в сердце, артериальной гипертензии, наблюдайтесь хотя бы у своего участкового терапевта. Не бойтесь, что вас поставят на диспансерный учёт. Я, оказывается, недавно узнал, что у нас, оказывается, фобия есть у людей, что вот они придут к участковому терапевту, их поставят на диспансерный учёт, и потом они смогут в медкомиссию пройти. Полная фигня, потому что внесли изменения с 1 апреля в закон и приказ номер 29Н, сейчас он называется, прохождение медосмотров в условиях района Крайнего Севера. Так вот там убрали ту коллизию, которая написана была, что пациент с артериальной гипертензией уже не годен для работы в условиях Крайнего Севера. Я понимаю, все мужики там хотят зарабатывать деньги для своей семьи и боятся, если не дай бог, у них будет выявлена артериальная гипертензия. Так, уважаемые мои, выявляю, естественно, там не на последней стадии уже, когда артериальная гипертензия, когда в кризе постоянно пребывает, приобретая ту же самую артериальную гипертензию, к чему прицепился, вам уже государство даёт возможность получать препараты медицинские с 50% скидкой. Это нормальный и хороший препарат для того, чтобы артериальное давление нормализовать. Это не препараты, которые вы пьёте только в пятницу вечером после похода в магазин с известным названием, а это препараты постоянного применения для того, чтобы ваше артериальное давление держалось на нормальном уровне. И тем самым вы просто доставите удовольствие своей семье, себе, для того, чтобы с ними пожили подольше, посчастливее, попутешествовали. Ну и всё, наверное. Давайте подведём итог и напомним о том, где можно пройти вакцинацию, эти пункты. Да, пункты вакцинации работают в торговом центре «Солнечный». Ежедневно, все пункты вакцинации работают ежедневно, кроме понедельника. Я могу позже пояснить, почему понедельник и выходной день являются для пунктов вакцинации. Торговый центр «Солнечный», кинотеатр «Октябрь», поликлиника номер 2, до сих пор путаю, с северной части города. И с четверга, с 28-го числа будет работать пункт вакцинации в торговом дворце «Спорте Звёздным». Там же можно получить вакцинацию от гриппа. Большое вам спасибо, что пришли к нам в гости. Если есть ещё какая-то важная информация, которую вы хотели бы озвучить, у вас есть такая возможность? Да, спасибо. Конечно, хотел. Я каждый эфир говорю об одном, в принципе, и том же, в самом конце. Уважаемые граждане, я вас ещё раз прошу, и если кого-то я уже обманул, прошу мне написать об этом также на имейл больницы. Обращайтесь при возникновении каких-либо жалоб, предложений, благодарности или пожеланий на сайт больницы. Это быстрый и удобный способ коммуникации. Я вас уверяю, что обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину, к губернатору Ямолнинского округа Дмитрию Андреевичу Артихову, к директору департамента здравоохранения Сергею Владимировичу Новикову, к главе города Новой Ренгой Андрею Воронову. В любом случае отвечать буду я. Так не проще ли же сделать эту дорогу покороче и обращение своё написать на сайт больницы? Два-три дня ответ у вас будет на том имейле, с которого вы его отправили. В скором времени я введу ещё одну практику, когда вы сможете ещё более оперативно и уже прицельно обращаться к моим заместителям, а возможно и к заведующим соответствующим отделением. Большое вам спасибо за эфир, но я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Кирилл Трапезников, главный врач Новоренгойской Центральной городской больницы Нового Ренгоя. Берегите себя и своих близких и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова